друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетс где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента каждый пост можно комментировать если у вас есть особая потребность и желание оставить фидбэк делайте это мы открыты к предложениям готовы также идти вам навстречу потому что хотим добиться одного чтобы наше трейдерское сообщество с каждым днем с каждой неделе становилось все больше и больше и чтобы на одном канале вы получали эту информацию которая вам необходима для принятия торговых решений ну что же предварительные итоги которые сейчас можно подвести по факту тех движений которые мы уже увидели по финансовым активам точно позволяет нам сказать что неделя складывается более чем удачно и успешно мы друзья хорошо зарабатываем на ряде активов которые я вам рекомендовал какие-то шортить какие-то покупать поскольку все эти рекомендации полностью соответствовали тем трендовым движением которые в итоге мы видим и фундаментальному фону который меня собственно и подтолкнул на принятие такого рода решения доллар укрепляется рисковые активы в частности европейская валюта за которой мы следим снижается американский фондовый рынок под давлением нефть развернулась растет из золота тоже обновлять локальные максимумы я более чем уверен друзья то что вот этот поезд возможности он еще не ушел у вас есть шанс запрыгнуть в последние вагоны соответственно на оставшемся диапазоне хода дальнейшего по тренду еще на этом заработать поскольку ничего фундаментальном плане сейчас не сигнализирует о том что пришло время фиксироваться разворачиваться и ставить на например слабость американского доллара то ладно обо всем подробнее давайте начнем с повестки экономического календаря сегодня как и обещал если оценить события и фундаментальные поводы которые будут в рамках торговой сессии день не скучный точно сегодня эстафету перехватывает от данных по инфляции вчерашних в сша решение поставки банка канад если вы не интересуетесь канадским долларом самое время обратить на него внимание поскольку сегодня точно канадский доллар против американского доллара против евро против всех основных оппонентов рынка форекс может показать движение порядка фигуры в принципе канадский доллар всегда активно реагирует на решение процентной ставки а когда это решение предполагает вероятность повышение ставки сразу на 50 байсных пунктов я думаю что логично делать заранее ставку на укрепление этого на финансового актива и как раз в текущих условиях рисковать друзья конечно же мы можем оказаться неправы и рынок поведет себя иначе но очень много сейчас факторов а говорящих о том что можно рискнуть можно поставить на укрепление канадца можно рассчитывать на ужесточение монетарной политики канадского регулятора и в таких условиях я обычно уже не выдумываю ничего и не ищу причины по которым не стоило бы рисковать пара доллар канадец друзья сейчас котируется на отметке 126 19 если мы все-таки вспомним на основании чего принимаются решения по процентной ставки это ситуация на рынке труда и ситуация с инфляцией то есть в обоих случаях регулятор должен понимать нужно ли с учетом тех проблем которые есть на рынке труда и той проблемы которые представляет высокая инфляция действовать сейчас на опережение ужесточая политику слегка охлаждая экономику и замедляя темпы роста потребительских цен так вот в плане канадской экономики сейчас ситуация следующая инфляция на максимумах за последние 30 лет а рынок труда находится на исторических минимумах то есть идеальная смесь для того чтобы оправдать возможность повышения процентной ставки я рассчитываю на то что канадский регулятор не будет совершать тех ошибок которые ранее были совершены фидрезервом и когда у него есть возможность повысить ставку в тот момент когда к ней все готовы сделает это поэтому друзья я полагаю что если ожидания оправдаются пара доллар канадец сегодняшний день завершит ниже отметки 1 на 25 по остальным финансовым активом нефти 104 54 отбились мы от 100 долларов а за баррель как в принципе ожидалось мощная психологическая поддержка которая полностью оправдала свой статус а кого сейчас идем на 110 долларов за баррель полагаю ближайшие дни этот уровень мы увидим причина позитивных настроений это сообщение о том что сделка между вашингтоном и тегераном почти нереально до конца этого года интересная формулировка на представителей ирана о том что сделка жила но находится в реанимационном отделении ну я полагаю что компромисса достичь не удастся поэтому не стоит ожидать возвращения иранской нефти на глобальный рынок второй фактор это смягчение ограничений в шанхае крупнейшим промышленном центре китая который две недели находился под жесткими ограничениями в локдауне в изоляции и эти ограничения были настолько жесткими что спустя две недели в этом регионе возник продовольственной кризис нехватка продуктов питания и лекарства власти вынуждены были пойти на послабление тех мер рынка дальше точнее участники рынка додумали все что смягчение ковиных ограничений это все-таки возможность и не увидеть того самого обвального снижения спроса которая прогнозировалась по другим факторам напоминаю взять что риск энергетического эмбарго все также актуален и решение стран международного антического агентства продажи технических резервов в общей совокупности там 180 миллионов баррелей этого недостаточно чтобы компенсировать тот дефицит приложения который есть в моменте я за рост и принципе его вам также рекомендую рассматривать индекс доллара 100 пунктов и 23 цента можно сказать так хотя это неправильно формулировка 100 запятая 23 я думаю что те кто следит за этим инструментом поймут чем я говорю роста индекса доллара опирается на повышение доходности американских облигаций как мы ожидали на данные по инфляции в частности индекс потребительских цен в марте годовое значение составила 80 на процентов рост семей девяти базовый индекс потребительских цен вырос до 6 5 со 6 4 процентов несмотря на все усилия которые предпринимаются властями денежными властями сша инфляция продолжает обновлять все многолетние максимумы частности текущие показатели это максимум больше чем за 45 лет из протоколов которые вышли на прошлой неделе следует что фрс прекрасно понимаешь инфляция сейчас будет расти поэтому в мае уже анонсировал нам и сокращение баланса формате программе программа количественного ужесточения сокращением баланса на 95 миллиардов и повышение ставки шагом в 50 базисных пунктов есть такой интересный инструмент файдвоч который оценивает вероятность повышения ставки на ближайшем заседании так вот исходя из этого инструмента следует то что сейчас участники рынка закладывают 87 процентов вероятность того что ставку поднимут на 0 5 процентных пунктов со 72 процентов а буквально недели ранее я полагаю что еще через неделю мы уже будем говорить о стопроцентность вероятности подобных изменений доходности десятилетних облигаций накануне обновили максимум с конца восемнадцатого года это еще один фактор роста доллара золото друзья 1970 долларов за тройку он свою хай был 1978 цель максимум до конца этой недели 1992 тысячи я от этой цели пока не отказываюсь мы видим как активно начали искупать золото на фоне вот этого роста инфляции обесценивание денег и рисков которые всех заставляют искать инструменты хеджа от такого рода экономических неприятностей поэтому рост точно продолжится американский фондовый рынок 4413 пунктов ждем закрепление ниже планки 4 400 пунктов европейская валюта как мы с вами полагали развитие медвежьего тренда 108 35 сейчас лоу был 108 12 ждем на отметке 10750 вчера вышел отчет по бизнес оптимизму института зью германии как ожидалось цифры хуже некуда минус 41 со минус 39 и трех тренды сохраняются друзья мы удерживаем прежние сделки и продолжаем зарабатывать рекомендую вам все-таки присмотреться к тем тенденциям которые я обозначил если вы этого еще не сделали потому что дальше движения будут еще более интересные на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока